Какие дисплеи различаются между собой? Если верстать не мешает, то мы на нём останавливаться тоже не будем. Да, может быть, я буду зачитывать, если там будет полезная информация. На прошлом слайде ничего полезного не было. Какие они бывают, эти дисплеи, в разрезе физических размеров? Но, опять же, на что стоит обращать внимание? Когда мы говорим про респурсов, как правило, мы рассматриваем мобильную верстку. То есть под мобильный телефон и под планшеты. Но нужно ещё учесть вот этот дисплей от замечательной компании. Как правило, забывают люди, что бывают ещё и большие дисплеи, не только маленькие. В маленькие, я согласен, очень сложно всё вместить. Но есть и большие, на которых мы увидим, к примеру, сверху какой-то текст, пара картинок, а внизу пустота, собственно. В одном из проектов, как раз я наткнулся на такую проблему, у нас футр растягивался на всю ширину браузера. И на таком дисплее клиент увидел, собственно, половину экрана тёмным, почти чёрным цветом. И это его несколько растворило. Соотношение сторон. Я думаю, что основные термины все знают, не буду их озвучивать. В принципе, всем понятно. Отношение ширины к высоте. Собственно, как правило, обычно пишут с большего к меньшему числу. Я специально пишу ширину, потом высоту. И таким образом, когда телефон именно лежит в руке, а не находится в альбомной ориентации. Чтобы не путать, нужно понимать, что есть такие экраны, на которых высота меньше, чем ширина. Вот Nokia Asha, к примеру. И, собственно, на таких телефонах нам нужно уже оптимизировать и высоту тоже. Хотя на высоту, как правило, никто не смотрит. Но я надеюсь, что не придётся большинству из вас верстать под Nokia Asha, потому что всё-таки места там мало, там не разгуляешься. И интересный такой момент, который я заметил. В iPhone 5 соотношение сторон очень такое необычное. 40 к 71. Это сначала меня озадачило, но, в принципе, это практически 16 на 9. Или 9 к 16. Просто там чуть-чуть из-за пропорции у них не совпало. Из-за того, что они хотели сделать такой же ширины, как и прошлый iPhone, но при этом вытянуть его по высоте. То ли для того, чтобы сэкономить количество пикселей, потому что площадь на самом деле его меньше такого экрана, чем если бы он был в стандартном соотношении сторон. То ли просто для того, чтобы что-то вместить, ещё одну строчку элементов в меню. Плотность пикселей здесь уже значительно поинтереснее. Это то, что мы, на первый взгляд, не видим. Плотность пикселей изменяется в количестве пикселей на дюйм. И нужно учитывать, в основном, при оптимизации под Retina Display или под HD Display это увеличено. Но об этом я расскажу во втором докладе. Пока просто. Плотность пикселей и плотность пикселей экран отличаются. Прорыв большой в этом сделал iPhone. С третьего на четвёртый, когда выходили iPhone, было удвоено количество пикселей по ширине и по высоте. Соответственно, площадь значительно выросла. В чём была идея? Идея была в том, чтобы сделать такой пиксель, который не видит сетчатка глаз. То есть сетчатка глаза видит это как неперерывное изображение и не видит отдельных пикселей. Собственно, есть, конечно, нюансы. И про расчёты я могу рассказать детально. Про расчёты немного позже. Ещё один момент. В Android выделяют четыре класса. Условно делят по поколениям. Границы можно назвать такие. 120 PPI, 160, 240 и 320. Отличие очевидно. Эта условность используется, само название, собственно, используется иногда при оптимизации. Но, опять же, достаточно редко. Позже расскажу, как это влияет на вьюпорт. Удаление от глаз. На самом деле большинство людей не задумывается на тему, насколько близко это устройство будет расположено к человеку. И все говорят, что экран телевизора огромный, на нём можно мелкие детали лепить, а на телефоне, ну он же маленький, туда много не поместится. Ну, собственно, очевидно, вот и видно на этом слайде, что телефон гораздо ближе к человеку находится, к глазам. Поэтому мелкие детали вполне тоже можно различить. Конечно же, если там достаточно плотность в пикселе, если это не какой-нибудь старик. Ну и, собственно, ещё одно отличие. Не хотелось бы, конечно, чтобы ваши пользователи близко к лицу подносили телефон, чтобы вы их вынуждали в этом. Но теоретически, если человек что-то не рассмотрит на телефоне, он ближе руку к лицу поднесёт. С телевизором уже это сложнее. Встать, подойти – это явно неудобно. Тем более, что телевизор рассчитан для случаев, когда человек отдыхает, и ему просто будет некомфортно пользоваться телевизором. А, кстати, кто-нибудь верстал под что-то кроме браузеров? Ну, под браузер, например, для Smart TV. Никто, да? Тогда к следующему. Световые характеристики. Я долго думал, что на этом останавливаться не придётся, но, на самом деле, вспомнил про то, что есть у нас читалки. Опять же, наверное, котика не видно, который там внизу. Ну, в общем, тот котик удивлён тому, что экран может быть чёрно-белый. Экран может быть чёрно-белый. Это редко, когда, наверное, приходится верстать под чёрно-белые экраны, например, читалки. Я ни разу ни одного коммерческого проекта не листал, почитал, сразу скажу. Но, опять же, делать картинку такой, чтобы её было видно и в чёрно-белом режиме – это хорошо, потому что человеческий класс так устроен, что, несмотря на цвета, для того, чтобы комфортно различить линии, нужно, чтобы они были ещё и по яркости разные. То есть темнее, светлее. Поэтому легко проверить иногда читабельность, если просто взять и сделать картинку чёрно-белой. Это не относится к этому слайду так вообще. Ну, собственно, если вдруг будет необходимость верстать подчиталки, читалки уже давно открывают веб-страницы, это может пригодиться. Так, разрешение. Здесь есть один подводный камень. Когда-то, по-моему, на прошлом SyncPHP задавался вопрос по поводу пикселей. Мол, если пиксели и больше, то, наверное, всё мелко. Но на самом деле не совсем так. Потому что нужно различать количество пикселей на этом экране физических и CSS-пикселей. Их ещё называют device-independent pixels. Этот термин ввёл сначала Android. По-моему, после этого подхватили и Microsoft. Может быть, в другом порядке, но не важно. В любом случае, deep – это уже устоявшееся определение, можно смело использовать. Собственно, можно видеть на этом слайде, что по ширине все эти экраны в обычных физических пикселях сильно отличаются. Но в deep, в пикселях, в CSS-пикселях, они плюс-минус равны. Соответственно, можно представить уже, как картинка будет выглядеть на этих трёх экранах. Естественно, всё-таки на Nokia X3 будет мельче. Потому что физический размер экрана значительно меньше, чем экран Galaxy Note 2. Но при этом количество CSS-пикселей почти равно Galaxy Note 2. И равно, собственно, iPhone 5. Как пересчитывать? Можно найти, редко где встречаю в характеристиках устройств, сколько там deep пикселей, CSS-пикселей. Как правило, там есть разрешение физические пиксели и плотность пикселей, PPI. Собственно, ещё есть коэффициент – это соотношение пикселей. О нём я расскажу немного позже. Это уже ближе к оптимизации под HD-дисплей на следующем накладе. Но идея в том, что вводится множитель, который спокойно переводит. Например, множитель двойка. Мы берём физические пиксели и делим на два. Собственно, для первых двух дисплеев множитель двойка. Из-за того, что большая плотность пикселей. И получаем CSS-пиксель. Я вот как раз для Nokia XP показал, что количество физических пикселей равно количеству CSS-пикселей. Из-за этого видно зернистость, собственно, на этом телефоне. Если присмотреться, конечно. Ну, собственно, что могу сказать. Пока не присмотрелся, пока не вышли дисплеи вроде iPhone 4, я и не замечал эти пиксели. Замечал их на компьютерах, но теперь запросы растут, и это нужно учитывать. То есть, аргумент, да ничего там не видно, эти пиксели, они достаточно мелкие, или там всё там нормально с качеством, уже не катит. Уже наши клиенты и пользователи привыкли к Retina Display. Я не могу сказать. Картинка не смотрится. Она плохого качества. И стандарты уже нужно поднимать. Другие характеристики. Как я и говорил, что на втором, по-моему, слайде внизу была бесполезная информация. Ну, действительно, эта информация почти бесполезна. В контексте верстки стоит учитывать, конечно, контрастность. В каком плане? Не делать близкие по контрастности элементы рядом, потому что они могут быть неразличимы. Но это уже мелкий нюанс, и этот нюанс, собственно, решает дизайнер на более раннем этапе. Поэтому все эти остальные характеристики, они здесь только для того, чтобы показать, что дисплеи отличаются ещё по другим свойствам, но, собственно, для верстки это не принципиально. Итак, что нам теперь нужно оптимизировать? Какие критерии? Как мы узнаем, что сайт хороший, оптимизированный или он всё-таки не дотягивает по каким-то свойствам? В первую очередь, для меня, в первую очередь, для вашего клиента может быть совершенно по-другому. Это доступность информации. То есть, кстати, доступность информации. Насколько читается текст, видны иллюстрации, иконки. И ещё один момент. Не стоит вот так вот приближать телефон к себе или к тестировщику и говорить, да вон, видно всё, я всё вижу. Нужно учитывать особенности зрения. Большинство людей всё-таки могут видеть то, что вы сверстали, теоретически. Могут подвинуть экран поближе к глазам, увидят, разберут. Но нужно учитывать и тот даже небольшой процент, у которых с зрением не всё так хорошо. Потому что мы не должны просто так терять клиентов только из-за того, что лень оптимизировать какой-то мелкий момент 2 часа по разу. Так, ещё один момент, собственно, про информацию. Когда мы оптимизируем под более маленький дисплей, и у нас уже есть более крупный вариант. Допустим, что мы дизайнер, и наше право, собственно, решить, где какой элемент будет расположен. Нужно учитывать то, что внимание распространяется слева направо, сверху вниз, так же, как мы читаем книги. И таким же образом и расставлять элементы. Если мы вдруг боковую панель выприм перед контентом, перед основным содержанием, то это будет, с одной стороны, информация доступна, но она будет неправильно по приоритетам расставлена. То есть акцент должен быть на том, на чём он должен быть. Ощущение внешнего вида. Немаловажную роль, на некоторых сайтах более важную, на некоторых менее важную, играет ощущение, впечатление. Если это сайт какой-то компьютерной игры, то это вещь первой необходимости. Пусть там даже нет всей информации, как эту игру установить, но если мы человека впечатлим, то он обязательно найдёт эту информацию. И, собственно, для некоторых сайтов это менее важно. Например, сайт какой-то газеты, которая существует лет 300. Для них, в первую очередь, это информация, там, заголовки, содержание статей, но не впечатление. Собственно, приоритеты расставляйте сами, но учитывайте, что есть и тот, и тот момент. Собственно, к ощущениям можно отнести детализацию изображения. Если мы оптимизируем под экран с высокой плотностью точек, зальём хорошего качества изображения, то впечатления будут, конечно же, полуприятнее. Я не говорю про то, что нужно всё сделать в огне, как эта иконка нарисовала. Собственно, зачем? Зачем? Глобально зачем? Это для того, чтобы увеличить конверсию. Собственно, какое-то количество человек заходит на сайт, и если они зашли с телефона, сайт по телефону не оптимизирован, и они ничего не могут разобрать, они закроют эту вкладку. То есть потери на рома есть. А если более узко как-то посмотреть, то, конечно же, работа версальщика, который может оптимизировать под различные девайсы, ценится гораздо выше. Иногда в разы выше. Собственно, сам респонсив. Я думаю, что это самая популярная тема, если говорить про современное устройство, современный дисплей. И многие из вас уже всё про респонсив знают. Но всё-таки немного хочу пройтись по этой теме тоже. В общем-то, респонсив работает благодаря Media Queries. Из Media Queries были в CSS очень давно и в HTML. Собственно, тут нельзя так разорвать спецификации. Были очень давно. Собственно, самый банальный пример – это print.css. По поводу организации кода. Я сначала пару примеров покажу, а потом вернусь к организации кода. Ну, собственно, то, о чём я говорил. Media Print, Media Screen. Для скрина мы подключаем шрифт без засечек. Для print – с засечками. Ну, собственно, я бы не советовал так делать. Но, тем не менее, в примере есть пример. Тем более, он взят с v3.org. Ссылочки есть, кстати, по презентации. Можно будет там просмотреть. Пооткрывать я сейчас, конечно же, всё открывать не буду. Альтернативный вариант того же самого – Media прописать можно непосредственно в CSS-файл. Более того, можно более сложные медиа прописывать. Этот простой – screen and color. То есть цветной экран и на экране, не на печать. Можно более сложные. Поддерживаются условия как или, так и и. Кроме этого, у нас ещё Media Query есть для большого количества констант и не констант, и динамических переменных. Кроме этого, некоторые Media Query работают в одном браузере, не работают в другом. Нужно писать специально заточенные Media Query. Ну, это можно нагуглить. Об этом я не хотел бы много говорить. А, собственно, и импорт, как же я забыл. Прямо в CSS можно прописать, можно подключить отдельный файл для разных значений Media, и можно, конечно же, сделать импорт. Тоже внутри CSS. В чём отличие? Отличие – больше быстродействие. Потому что, если мы весь CSS-ник ложим в один, весь CSS-код ложим в один файл, то это работает быстрее. Но работать с таким CSS-файлом крайне сложно. Я бы советовал, конечно же, разделять на этапе разработки. Разделять как можно больше файлов создавать. Ну, конечно, не переходя к маразму. А на этапе, когда мы запускаем сайт, это всё объединять в один. Вот этот код – это уже, собственно, простейший пример респонсив какой-то там, какой-то дэнки. Можно попробовать это, конечно же, запустить, но я такой тест не создавал. Я думаю, все поймут, как это работает. Собственно, у нас есть какая-то обёртка для всего. Мы задаём ей эстетическую ширину, потому что, как правило, на больших экранах нам не нужно на всю ширину экрана растягивать контент. Контент будет разбросан, человек просто устанет головой мотылять слева направо, особенно если говорить про 27 дюймов экрана. Собственно, максимальное значение выходит 98 пикселей. Это пример, опять же. Я не призываю делать сайты не больше, чем это значение. Дальше. Дальше мы перегружаем, опять же, ширину для PageRap, но для Media Query Max Width – 980 пикселей. То есть, если ширина будет меньше, чем 980 пикселей, ширина не экрана, а именно видимой части, то есть браузера, грубо говоря, про вьюпорта скажу немного позже, то подгрузится как раз этот фрагмент кода, и ширина уже станет резиновой, эластичной такой силой. 95%. Опять же, можно было бы в процентах не делать эластичный вариант дизайна, но нужно учитывать то, что у нас очень много устройств, и у них абсолютно разная ширина. Для каждого устройства мы не можем писать в пикселях значения. Поэтому все-таки я бы рекомендовал писать там, где это возможно, резиновый вариант такой, эластичный. Но, опять же, достаточно сложно применять, если в дизайне нужно, чтобы все было пиксель в пиксель, а проценты у нас дробные, если поддерживаются, то очень маленьким количеством браузеров. Соответственно, уже настроить красиво может и не уйти. Есть хитрости другие, о них я расскажу позже. Это как пример. Ниже еще перегрузка для ширины 480 пикселей. Опять же, наследование используется. То есть, хотим – перегружаем в стиле, которые были описаны выше. Не хотим – не перегружаем. Еще по поводу организации кода. Собственно, можно было бы разбить это на 3 CSS-файла, как минимум. Опять же, первый будет без сервера Media Query прописан, или Media будет прописан как Screen. Второй – MaxWits – 980. Третий – MaxWits – 480. И их нужно обязательно расположить в таком же порядке, как здесь написано. А от чего зависит, какие файлы создавать и сколько их создавать вообще? Собственно, кто-нибудь использует хотя бы какую-либо методологию привезки? Методологию организации кода? Какие-то правила? То есть, без правила. Ага. Один человек. С моего дела. Собственно, недавно был доклад. Юрий Артюх приезжал в очередной раз в Харьков и рассказывал про методологию. Он рассказывал про Яндекс.БМ, еще про несколько и про свой подход. Собственно, больше всего мне понравился, как ни странно, подход Юрия Артюха. Почему? Потому что все эти методологии, все эти правила в организации кода, они нацелены… у них есть какая-то область применения. Яндекс.БМ мало применим для нас всех в этой комнате по одной простой причине. Ну, какой Яндекс, какие у них бюджеты, какая у них длительность разработки проекта. Они готовы вложить лишних несколько десятков часов на старте проекта на то, чтобы создать по всем их правилам миллион CSS-ников и миллион изображений, как это было раньше. Сейчас, конечно, все проще с HTML5. В наших проектах нужно искать более гибкие какие-то подходы. Но я бы советовал все-таки искать, потому что писать по старым привычкам, потому что я так пишу уже давно, но это достаточно чревато проблемой. Потом эта верстка разлазится, потом в нее очень дорого вносить изменения и так далее. Проблем может быть… Ну, тема не методологии, но раз я говорю про организацию кода, сделаю оговорку. Ну, собственно, о чем я уже говорил, учитываем быстродействие. Если много мелких файлов, они грузятся медленно. Один большой файл грузится быстрее. То есть акцент именно на количество запросов HTTP, а не на размер. Ну и удобство написания кода. Потому что если мы будем делать максимально быстрый сайт, запихнем весь CSS-ник в один файл или вообще этот CSS-ник в HTML запихнем, то нам с ним работать будет крайне сложно. Лучше это автоматизировать по возможности. Собственно, про проектирование. Когда говорят про responsive, тут же, наверное, слышно про mobile first. Ну, собственно, какова задумка? Задумка в том, чтобы сначала проработать более маленькие варианты сайта и переходить в более крупные. Почему именно так? Это актуально и на этапе проектирования, и на этапе верстки. На этапе проектирования мы продумываем самое важное. Расставляем акценты. И мы знаем, что это самое важное должно вместиться в мобильный телефон. Собственно, если это вместилось, и вот это самое важное, что-то второстепенное можно уже не включать. Но дальше, проектируя более крупный размер, например, для планшета, мы можем добавить какой-то второстепенный элемент, сдвинуть то, что у нас валяется внизу вправо, и это будет, собственно, логичным развитием проекта. Ну, собственно, дизайна или архитектуры этого сайта. Почему я говорю архитектуры? Потому что по словам дизайн часто воспринимают только графику. Дизайн — это не только графика. И еще один момент. Ну, даже если у вас клиент говорит, что нужен mobile first, потому что я там где-то прочел, то сначала задумайтесь все-таки, чем это чревато. Если сайт уже написан, уже с верстом, и вы не хотите полностью менять эту верстку, то лучше не возвращаться на нулевой этаж и не начинать писать с нуля CSS, потому что можно потерять очень много времени, а выиграем мы минимум. То есть я бы все-таки… Ну, собственно, в своем проекте, в свой личный блог я сначала сверстал без оптимизации под мобильный телефон, потому что это было давно. И, честно говоря, было лень. После этого я решил, что оптимизирую под мобилу. И заново переводствовать я не захотел. Я перегрузил те стили, которые для крупных дисплеев написаны, и описал их в другом файле. Опять же, в таком варианте нужно идти к уменьшению, то есть прописывать max width. Если мы идем по принципу mobile first, и первый код у нас идет для мобильных телефонов, то используется media query minwits. Опять же, можно комбинировать. И если мы знаем, что у нас только на планшете, только на размере 768 используется какой-то элемент, то можно написать max width и minwits. Собственно, и захватить какой-то диапазон. Пикселей в 200, так скажем. Еще один момент — это то, что каждый размер — это не 400 пикселей, не 320, не 768. Это какой-то диапазон. И будет адекватно, если у нас не эластичная верстка, опять же, чтобы сначала мы уменьшали размер обертки и всего контента, а потом уже двигались к этому размеру. То есть оптимизируя под, скажем так, 320 пикселей, мы должны эти 320 пикселей включить от, собственно, нуля, если это у нас минимальный размер, и до следующего размера. Если следующий размер 768, то от нуля до 867. Просто почему я на этом решил остановиться? Потому что часто встречал уже оптимизированные сайты, но таким образом уменьшаешь размер экрана, и вдруг у тебя скролл горизонтальный, что очень неприятно. Пара моментов, но, опять же, в детали удаваться не будем. Если есть изображения в контенте, они не должны вылазить за этот новый размер. То есть, как правило, у нас грузится в контент изображение максимального размера, и максимальную ширину для них можно прописать, к примеру, 100%. Хейтс авто обязательно перегрузите, иначе пропорции потеют. Достаточно просто, не стоит описать. Что делать с колонками? Ну, все знают, если у нас есть колонка, и нам нужно сделать более маленький размер, мы эту колонку, боковую панель, опять же, это второстепенная информация, поэтому мы ее кидаем вниз. Что делать с изображениями в колонках? Это несколько другой момент в жизни моей был. Встретил сайт «Оттимизация есть», три колонки. Уменьшая размер, колонки уменьшаются, и включаются сразу же маленькие картинки. То есть, можно себе представить, если картинки внутри каждой колонки на минимальный размер настроены, только для того, чтобы они не вылазили на больших размерах за краю. Опять же, их нужно скейлить. И не бойтесь, если вам uSlow или другая туза для определения быстродействия скажет, что этого делать нельзя. Да, этого делать нельзя. То есть, плохая практика картинки скейлить CSS. Но это делать нужно, если мы рассчитываем на несколько дисплеев. Одна и та же верстка на большом дисплее не в узкой лице картинки. На более мелких, конечно же, это сделать нужно. Относительные или фиксированные величины блоков или ширины, ну, собственно, лучше относительные по возможности. Если вы точно знаете, что задача стоит в том, чтобы оптимизировать только под какой-то конкретный девайс, ну, например, это не веб-сайт для всех посетителей, а какое-то меню для посетителей конкретного ресторана, в котором iPad у нас стало хуже лежат. То есть, открывается только с iPad. То мы можем, собственно, сделать фиксированную верстку. Но, опять же, нужно думать про перспективы. Если вдруг девайсы будут заменены, то придется переверстывать. Зато дешевле. Вот эта тема уже поинтереснее и посложнее. Кто знает, что такое ViewBoard, поднимите руки, пожалуйста. То есть, надо детально рассказывать. Хорошо. Собственно, как можно себе представить ViewBoard? Ну, собственно, грубо говоря, в HTML ViewBoard это просто метатег. Но то, что он настраивает и как его можно представить для того, чтобы корректно его настраивать, можно представить, что это какая-то рамка, через которую вы смотрите на веб-сайт. Собственно, рассмотрим пару вариантов. Они проиллюстрированы. Если у нас ширина... Не все видят здесь, думаю, подписи мелким шрифтом. Если у нас ширина устройства 480 пикселей, веб-сайт сам 980 пикселей или 960, сам не вижу, то если мы настроим ViewBoard на ширину 980 пикселей, то то, что мы можем увидеть на этом дисплее, охватит всю ширину картинки, всю ширину веб-сайта нашего. То есть это корректная настройка. Но нужно учитывать, что в такой ситуации можно будет посмотреть при помощи зума все, но одновременно это все не поместится на экран, так как ViewPort, эта рамка шириной больше, чем сам экран. То есть два варианта. Собственно, справа вариант – это то, как мы, скорее всего, увидим этот сайт на Android Display. Возможно, на iPhone также. Есть некоторые различия мелкие. Справа вариант – это когда ViewBoard настраивается на ширину всего сайта, 980 пикселей, но при этом браузер автоматически делает зум-аут, то есть уменьшает картинку. И, собственно, мы видим ее всю на 480 пикселей. Слева вариант – это если мы дважды гликнем по экрану, пальцем, собственно, увидим часть сайта. В чем здесь, собственно, соль? Проблема как раз в том, чтобы правильно в голове сложить все эти варианты. Нужно прекрасно понимать, что чтобы увидеть весь сайт, нам нужно, чтобы ViewPort был такой же ширины, какой и сайт. Если мы настраиваем Responsive, и у нас есть ширина 480 пикселей, в этом один из CSS-блоков для 480 пикселей настраивается, то отлично, ViewPort тоже настраиваем на 480 пикселей, и у нас при зуме в единицу будет видно на экране весь контент. Это идеальный вариант, это максимальное качество картинки, это отсутствие вероятности того, что на некоторых устройствах будет виден лишь фрагмент, это стопроцентная вероятность того, что у нас не будет скролла горизонтального. Собственно, в первом примере будет скролл вертикальный и горизонтальный. Собственно, какие есть еще настройки? Главное – это ширина. Стоит акцентировать внимание именно на ширине, потому что тут уже нужны расчеты и нужно абстрактное мышление. есть одна очень положительная сторона ViewPort. Можно задать VITS как DeviceVITS, но это же и проблемой может стать. Настраивая ViewPort VITS как DeviceVITS, у нас ViewPort всегда будет равен… ширина ViewPort всегда будет равна ширине устройства. Собственно, это и есть первый вариант. Ну, не совсем. Собственно, не влезет у нас, банально не влезет вся картинка. И что-то обрежется. Но если мы прописали в CSS Media Query таким образом, что у нас есть для 480 пицелей размер, то это отличный вариант. Еще один момент. По умолчанию ViewPort не настроен. Его нет. Поэтому обязательно, как только вы прописываете какие-то Media Query с настройки ViewPort, для начала VITS, DeviceVITS и этого будет более чем достаточно. Иначе без этого на Desktop вы сможете видеть, как изменяются размеры вашего сайта на мобильном устройстве. А другие опции. Ну, собственно, высота… А, еще один момент. VITS, если мы не укажем, то на разных устройствах ширина будет по умолчанию разная. Вот почему сайт не оптимизированный под мобильное устройство часто режется немного или что-то там расползается. Как раз из-за того, что ViewPort не настроен. Банальный пример – это если мы не хотим настраивать Responsive, то мы можем всего лишь настроить ViewPort. И, пользуясь Zoom, мы сможем все смотреть на сайте. Всю информацию будем видеть. И верстка не будет половиной. Позже будет пример такого случая. Inshout Scale и остальные настройки – это справочная информация. Да, можно настроить таким образом, чтобы, как только вы откроете страничку, она тут же в половину была уменьшена или увеличена. Но это уже плюшечки, которые я бы не рекомендовал вообще использовать. Идеальный вариант – это когда мы настраиваем ViewPort на конкретной величине или прописываем Device VITS и реализуем Responsive Curse. Так, еще один момент. В Android браузерах есть еще одна опция – Target Density DPI. Собственно, с этим лучше не экспериментировать. Настройте Medium DPI – это значение по умолчанию, его можно просто не трогать, и все будет отлично. Что это за опция? Я уже говорил про то, что у нас есть понятие плотности пикселей. Так вот, тот коэффициент, о котором я говорил – Pixel Ratio. Если вдруг мы настроим ViewPort на Medium DPI, Pixel Ratio будет корректно считаться. Он считается как раз для того, чтобы вы увидели в нужном размере картинку. Если мы настроим на High DPI, то Pixel Ratio станет единичкой на HD-дисплеях. И мы уже увидим сайт, в котором каждый элемент мельче вдвое. Как раз на этот Pixel Ratio коэффициент. Ну, вот эта плюшка – это то, что я написал для своего сайта и планирую развивать. Даже в некоторых коммерческих проектах уже используется. Для чего нужен этот JS? Как я уже говорил, ViewPort можно настроить, если говорить про ширину, то двумя способами. Либо динамической переменной – Viz, Device Viz. Либо какую-то цифру задать. Например, 980 пикселей, как в одном из примеров. Но иногда нам хочется настроить на конкретные величины. К примеру, скажем так, у нас есть контрольные точки, мы не хотим делать пластичную верстку и хотим, чтобы респонсив настраивался автоматически именно на эти точки. То есть, если у нас есть точка 400 пикселей, у нас есть сайфо, ширина 320 пикселей, хочется настроить ViewPort таким образом, чтобы поместилось все в ViewPort, ведь 400 пикселей, то, что написано в CSS, и при этом при скейтинге. Я могу показать пример, наверное, лучше немного позже, потому что время пожимает. Может быть, на следующем докладе. Я, наверное, еще пару слов скажу про этот проект. Он пока не опубликован, в будущем выложу. Ссылка будет на демку. Собственно, вот эта ссылка, которую вы сейчас видите, в презентации будет доступна. Благодаря нему, для чего я вообще написал, можно немного сэкономить. Если мы пишем под 2-3 размера всего лишь, не хотим писать огромное количество CSS кода, то этот JS поможет настраивать ViewPort автоматически под эти 2-3 размера. без скролла какого-либо и сразу к нужному размеру. Но у него есть плане сейчас на этом этапе. Поэтому, если у кого-то будет желание, можно тестировать, носить правки. Рисурс и емкость. Ну, собственно, нужно учесть, что responsive стоит недешево и отнимает много времени. Всем, конечно, это понятно, но все-таки я думаю, что все верстальщики, которые начинали когда-либо что-то верстать под несколько дисплеев, недооценивали эту работу, потому что нужно смело умножать на количество дисплеев зачастую. Если у нас кардинально отличается размер, собственно, layout и графика под эти несколько размеров, то нужно спокойно умножать верстку в разы. И это будет правильно. Не стесняйтесь, считайте справедливо, пишите на листочке или в Excel-ке считайте, потому что на глаз достаточно сложно оценить такую работу. Пара хитрости. Media Queries в Internet Explorer 8 не меньше, не поддерживается. Ну, собственно, CSS3 Media Queries. Сами по себе Media Queries были давно, но новые значения для них, новые параметры появились в CSS3. Поэтому может помочь вот этот вот JS. Вот тот пример, о котором я говорил. Это когда у нас viewport не настроен, нет вообще метатега viewport. Берется какое-то значение по умолчанию. Допустим, это значение 980 пикселей, как в Safari. Если я не ошибаюсь, там именно 980. А сам сайт, к примеру, 1200. И будет сжат он максимально, что-то отвалится, где-то будет пустое пространство. Ну, больше всего раздражает, конечно, может даже ничего и не поломается. Больше всего раздражает то, что текст прям прилипает к краям. Поэтому всего лишь что нам нужно сделать? Настроить мне port width на 1024, к примеру. И уже, да, у вас будет только один размер. Да, придется пользоваться зумом, скроллом. Но зато можно будет увидеть все. И можно увидеть, как это красиво смотрится, хотя и ничего не понятно мелко на обычном iPhone. У человека не будет впечатления, что у вас все поломано и все плохо. Он, возможно, действительно подумает, блин, под мобилой не посмотрю, открою здесь стоп. А если он увидит, что что-то развалилось, он просто идет. Маленькая хитрость, у нее нужно ровно 30 секунд, не больше. Собственно, то, о чем я уже говорил, интересное соотношение сторон у iPhone 5. Но это есть и плюс, потому что теперь мы можем легко определить, что это iPhone 5 в CSS или нет. Я не знаю устройства, у которого такое же соотношение сторон. Как тестировать? В чем проблема тестирования? В принципе, если мы набьем руку и будем знать, какие свойства CSS3 поддерживаются в таких браузерах, то у нас не будет ничего ломаться в зависимости от браузера, скажем так. Но нужно проверять, применяются ли ваши стили и как выглядят с ними сами. Для этого можно использовать Opera Mobile эмулятор для Windows. Он позволяет открыть ваш сайт с любыми настройками. Например, выбрать в списке можно HTC Design или HTC One X. И уже будет и плотность пикселей, и ширина, и высота настроена под этот телефон. И соотношение пикселей, о чем я уже говорил. Собственно, зачем? Во-первых, потому что всех устройств у вас может не быть на руках все время. К примеру, тестирование. Заключительный этап на тестирование. Вы можете взять все устройства, но пока вы разрабатываете, вам нужно смотреть, как это выглядит. Как такой промежуточный вариант. И еще одна очень большая положительная сторона в том, что можно от Opera подключать отладчик удаленно. Я могу показать. Для этого нужна обычная Opera. У меня уже отладка включена. Я покажу, как она включается. Вот эта маленькая кнопочка. Видно всем, да? Нет. Значок похож на знак Wi-Fi, что ли. Удаленная отладка. Собственно, у меня в презентации есть ссылочка, на которой подробно расписаны все шаги подключения. Нажимаем ее. Здесь выбираем любой порт. Можно оставить по умолчанию, потому что я работаю на Localhost. Все, порт открыт. И сейчас сам отладчик ждет подключения устройств. Если нужно, можно даже удаленно подключать. Я, правда, не пробовал, но если два устройства будут в одной локалке, указать корректный IP-шник и все. Открываем какое-нибудь устройство. То, о чем я уже говорил, можно выбрать из списка и это устройство уже настроено. Вводим Opera Debug. И вот окошко подключения. Жмем Connect. Все, подключились. URL-сайт открываем. Я бы не показывал свой сайт, конечно, как образец, сделан на скорую руку, но, тем не менее, сейчас покажу, по крайней мере, как работает отладчик. Собственно, мы можем выбрать какой-то элемент. Сейчас я выбрал футер. Посмотреть, какие стили применились. Это очень важно. Если у нас очень много блоков кода для разной ширины, мы видим, какой именно блок кода подгрузился. К примеру, вот сейчас для футера ширина в 400 пикселей. И этот код находится в Responsive CSS. Всем знаком этот способ отладки. Он есть и в Firebug, и в Chrome. Но вот чего нет в Chrome и в Firebug, так это возможности профилирования под мобильные устройства. Дело в том, что дистобный браузер совершенно не так воспринимает Viewport. Viewport, что справедливо, был даже в Internet Explorer 6, но он работал не так, как современный Viewport. И изменяя размер Viewport, мы ничего не увидим. Никакой реакции в браузере. Продладку показал? Вопросы? Да. У нас подскажите, пожалуйста. У нас есть использованный дизайн, да? У нас все это заточено под iPhone под пятый. Что делать с суммированием? Если мы были вверху или вверху, слева-справу. То есть мы закреплены на какой-то площадке. Заверху, залеву, а справа. Суммирование. Отключаем, выставляем. И даем человеку возможность суммировать. Я видел хорошие примеры сети на эту тему. Все слышали вопрос, да? Да. Отлично. Видел хорошие примеры про то, как часто отключают Zoom. Это сделать очень легко, но я бы не горячился с отключением Zoom по одной простой причине. Дело в том, что ваш сайт могут открыть на устройстве, на которое вы не рассчитывали. И Zoom отключать – это последнее дело. Я не совсем понял, а в чем сложность? Мы менюху не видим из-за зума или как? Нет, получается, что у нас постоянно висит, да, и перекрывает. Типа самому, там, какой-то зумный, если человек хочет, допустим, абсолютный, какой-то зумный. Абсолютный или фиксер? Еще раз. Абсолютный или позицион фиксер? Абсолютный, конечно. Потому что он, первым, как позволяет, конфликтивить визу. Слово, фиксер. Если человек улучшает какой-то эффект, то получается, что это видео согласно, и не хватит. Ну, слушай. Ну, я не думаю, что это проблема самого зума. Здесь… Что делать? Я думаю, зум тут ни при чем как раз. Скорее всего, здесь проблема в Z-индексах каких-то. Потому что если мы применяем абсолютное позиционирование, и это позиционирование, оно будет срабатывать относительно экрана, да? Вы к этому ведете, да? Это мы ведем. Оно срабатывает корректно, просто перекрывает весь контент, который ты хочешь увидеть. Ну, и простой ответ, наверное, переверстать. Я бы не использовал как раз такой подход. Дело в том, что для мобильных устройств фиксировать какие-либо элементы – это зло. Лучше быть проще, лучше сделать в шапке какой-то выпадающий список, планальный, стандартный. И по нему можно будет легко кликнуть, выбрать пункт, и все. То есть iPhone – это не то устройство, на котором стоит делать такие фишки, потому что мы съедаем пространство экрана в любом случае. Лучше что-то более компактное использовать. Да, мы теряем в каких-то там фишечках интересных, красивых, это минус, но все-таки удобство, наверное, будет важнее. Еще вопрос? Да. А PPI – это количество точек на дюйм на квадратный дюйм? Да, могу объяснить. На самом деле я тоже задумался. Вопрос такой. PPI – это количество пикселей на дюйм, но на квадратный дюйм или нет? Не на квадратный, я скажу, но сейчас объясню почему. Дело в том, что… Дело в том, что у нас пиксели квадратные. И, собственно, мы можем посмотреть плотность пикселей для некоторых устройств по ширине и по высоте. Для современных всех устройств, под которыми мы можем верстать, ширина, количество пикселей на дюйм по ширине и по высоте одинаковы. Поэтому это значение, это количество пикселей либо по ширине, либо по высоте. Если я ничего не путаю, то именно так. Ну, то есть, если дюйм разделить, например, на 320, то это получится размер пикселей, правильно? Да. Если 320, то правильно? Да. Окей, спасибо. Еще вопросы? Да. Если использовать пакш-код MobileForce и в зону, где, скажем, в мобильном кнопке выглядели, вернее, ссылки выглядели как кнопки, вот, как в таком случае выйти в IE 7, 8, то есть, где, в идее, ссылки должны быть выглядели, как ссылки. Где, вот, не будет, если телефон, как бы, подключат в мобильном кнопке. ИЕ 7, 8, это, допустим, у нас есть responsive, мы уменьшили ИЕ до маленькой ширины, правильно? Ну, не надо, уменьшается, просто скажем. Для больших размеров. Да. Но, опять же, как я уже говорил, некоторые фрагменты кода лучше заключать, запирать не с одной стороны, то есть не min-width, столько-то пикселей, а указывать и min-width, и max-width. Собственно, четко задать границы, при которых будут применяться конкретные стили. Соответственно, задать только для маленьких размеров. Если есть необходимость, можно более сложный запрос сделать, более сложный селектор сделать, к примеру, подключить модернайзер, и именно для ИЕ в классе стили перегрузить. Через класс, не через media query браузер мы определяем. Самый простой способ, это, наверное, модернайзер в CSS, и в селекторе добавляем классы E. Еще вопросы? Там было про физические пиксели и CSS пиксели. И CSS пиксели, да. Так что с картинками конкретно делать? У меня логических пикселей 220, но я хочу, чтобы картинка была там вах-вах, какая хорошая. Следующий мой доклад как раз именно оптимизации растровых изображений посвящен. Детально расскажу про все моменты. А что? Еще вопросы? Ну, можно? Да. А вот вы рассказывали, что там при уменьшении размера экрана, некоторые блоки, там, справа, например, вниз можно переносить. А, ну, как понять, какие блоки куда переносить, перво, вниз или лучше их вообще скрывать? Ну, тут зависит от логики. Я, например, скрываю рекламу на минимальных размерах. Но некоторые для… Извините. Для меня, то есть, реклама – это неважный блок. Но для некоторых клиентов это может быть критически важный блок. Они говорят, что моя единственная цель – зарабатывать на этом сайте. И мне все равно, даже если будет не доно, пусть реклама будет отображаться. То есть, здесь уже вопрос логики и целей владельца этого продукта. Я бы спросил у клиента, если он есть, или решил, если это, собственно, стандартная, тривиальная ситуация, когда у нас есть боковая панель и есть контент. Боковая панель всегда будет менее важна, чем контент. Но такие ситуации, которые завязаны с бизнес-логикой, лучше решать с владельцем продукта. Еще вопросы? Всем спасибо. Еще увидимся на докладе про Эдитим. Спасибо.